В эфире новости в студии Игорь Липский. Здравствуйте! Говорим о главных событиях к этому часу. Подробности расскажем прямо сейчас. Под шефный город Докучаевск Донецкой Народной Республики доставили очередной гуманитарный груз из Владимирской области. Он был сформирован по заявкам педагогов, работников культуры и медиков. В составе груза комплект звукоусиливающей аппаратуры для Центра культуры и досуга имени Пушкина. Работники учреждения говорят, аппаратуру не обновляли почти 20 лет. Теперь у них есть все, чтобы проводить концерты на высоком профессиональном уровне. Артисты уже готовы приступать к репетициям. Огромная благодарность Владимирской области. Пришла аппаратура, полный комплект. Можно хоть сейчас ставить, пробовать и давать концерты на высоком профессиональном уровне. Колонки портальные, мониторы, четыре микрофонных базы, два микрофона. То есть у нас теперь коллектив может спокойно петь и не делиться микрофонами. Теперь хватит на всех. Кроме того, 33 региона в подшефный город Докучаевск доставили 7 интерактивных досок для школ и техникумов, а также 2 хирургических светильника для Центральной городской больницы. Первый заместитель главы администрации города Александр Захаров отметил, для местных жителей такая помощь необходима и очень важна. Огромное спасибо хочется выразить всем службам администрации Владимирской области, которые очень быстро все это отработали, эти заявки. Безусловно, все это пригодится, поскольку наблюдаем, в каком режиме живет 9-й год сама Донецкая народная республика. Очень много оборудования устарело, много чего не хватает. Поэтому, конечно, это огромная помощь нашему подшефному городу. Сегодня памятная дата в истории нашей страны. 80 лет назад советские войска разгромили немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве. В Доме культуры и искусства на Соборной во Владимире прошла военно-научная конференция, посвященная знаковому сражению и юбилею прорыва блокады Ленинграда. Подробности далее. В зале Дома культуры и искусства на Соборной школьники, ветераны и руководители патриотических организаций. Ученики рассказывают сверстникам историю самой кровопролитной битвы Великой Отечественной войны. 200 дней тяжелых сражений, почти полмиллиона погибших и 600 тысяч раненых. Дети говорят, изучая такую историю, сложно остаться равнодушным. Я вот, если узнаю, что ветеран и даже простой человек, который просто служил, говорю спасибо, потому что на этих людях держится безопасность нашей страны. Не будешь знать историю нашей страны, так дальше не сможешь повернуться. Допустишь, какие-то ошибки, которые были уже в истории. Еще одна памятная дата – 80-летие прорыва блокады Ленинграда. Среди почетных гостей конференции – ветераны и блокадники. Антонина Молотникова родилась в 43-м. О том, как семья выживала в осажденном городе, много рассказывала ее мама. Сейчас эту историю хранит вся семья. Мама, когда нам рассказывала, мы с сестрой плакали. Питались вообще. И это, мокрицу ели, и опилки. Ну, в общем, что можно было все, любую траву. Забывать нельзя. И детям обязательно рассказывать. Я сейчас своим внукам рассказываю. Песни о Сталинграде и примеры подвигов советских солдат. Обращаясь к участникам конференции, глава города Дмитрий Наумов отметил, сейчас особенно важно помнить историю Великой Отечественной войны. Именно дети молодой подрастающей поколения смогут пообщаться с людьми, которые пережили это воочию, почувствовав все эти тягости, лишения и ту жестокость, которая была со стороны фашистов. Чтобы история, которая была написана практически кровью всем тех людей, наших людей, наших соотечественных, наших отцов, дедов и прадедов, была ни в коем случае не искажалась и донесена до молодого поколения в том виде, в котором она есть. В планах дополнить музей воинской славы новыми интерактивными экспозициями. Во время экскурсии председатель горсовета Николай Толбухин рассказал, для него Сталинград – это личная история. Маршал Федор Толбухин командовал 57-й армией, а бабушка все 900 дней блокады жила в осажденном Ленинграде. Такой осадок до сих пор остается, очень тяжелый, потому что много рассказывал страшных вещей, но в то же время вещей героических. Но вот что помню, она каждый свой рассказ заканчивала, знаете как, не на тех напали. Дорогие уроки, такие истории, к сожалению, наши западные соседи, они как-то об этом, 80 лет прошло, они уже об этом начали забывать. Главное, чтобы мы помнили. И вот как раз, наверное, эстафету этой памяти и нести нашей молодежи. В конференции приняли участие команды юно-армейцев из 18 школ города. Всего в штабе молодежного движения больше четырех сотен учеников. Дети всегда лучше, чем мы. Поэтому они не просто заинтересованы, они знающие, думающие, грамотные. Это будущее России на их плечах. И они эту ответственность уже сегодня чувствуют. Мы только им в этом помогаем. К конференции приурочили и посвящение в юно-армейцы. Ряды городского движения пополнили еще 30 владимирских школьников. Оксана Любимова и Андрей Беляков. Во Владимире кроссовер протаранил отбойник. ДТП произошло на Пекинке в районе Содушки. Как сообщает в ГИБДД, авария произошла около дома номер 133 по улице Горького. Водитель «Шевроле» не справился с управлением и наехал на препятствие. В результате ДТП никто не пострадал. Машина получила механические повреждения. Сегодня до 8 вечера в 30 многоквартирных домах Владимира будет ограничена подача тепла. Это связано с ремонтными работами на сетях, которые в 9 утра начали проводить бригады компании «Т-Плюс». Холодные батареи будут в квартирах домов по улицам Каманина, Мира, Михайловской, Полины Осипенко, Суздальской и Труда. Подробная информация опубликована на сайте компании и портале администрации города. Продолжаем выпуск. После выхода в эфир нашего репортажа в Везняковском районе удалось решить многолетнюю коммунальную проблему. В поселке Степанцево заменили водопроводные трубы. Прежние коммуникации проходили вдоль реки. Трубы постоянно замерзали. В результате жители 14 домов регулярно оставались без воды. Проблема решена. Коммунальщики заменили сети. Теперь они проходят, как и положено, под землей. Вот здесь видно, как прокопали реку Важель. Вот здесь вот трасса прошла. Далее вот она так вот идет. И дальше идет туда, к нашим сараям. До вмешательства надзорных органов коммунальщики утверждали, что вода жителям поселка поступает в нужных объемах. А временные трубы обещали заменить на полноценный водопровод только летом. После выхода в эфир нашего материала Минстрой России поручил органам власти провести проверку и в срочном порядке решить проблему. Жители поселка Степанцево Везняковского района Владимирской области от всей души благодарят комитету общественного надзора, прокуратуру, следственный комитет Российской Федерации, телевидение губернии 33 и также лично Сагадеева Руслана Владимировича за оказанную нам помощь в водоснабжении. Мы оказались с водой теперь. Мы очень благодарны и желаем всем, кто нам помогал, здоровья, успехов и всего самого доброго. И очень сердечно всех благодарим. В Юрьевпольском открылся новый корпус детской поликлиники. Этого события жители ждали много лет. В здании светлое и просторное помещение, созданы игровые зоны для детей. Довольны не только пациенты, но и сами врачи. У каждого теперь есть свой личный кабинет. Подробности в материале Татьяна Гордеевой. А сделай вдох глубокий. Ой, молодец. Не подыши чуть-чуть. Игорь Исаев – врач с 25-летним стажем. Он занимается ультразвуковой и лучевой диагностикой. Специалист говорит, в новом здании детской поликлиники созданы все условия для комфортной работы. Аппарат высокого качества, с набором всех датчиков, с набором уже всех измерений заложенных. Он многофункциональный. Могут обследоваться и взрослые также, и дети в первую очередь. Особенно грудные, когда идёт выявление. Да, это такого рода у нас не было. Новый корпус строили с 2020 года с большим трудом. Под зданием обнаружили насыщенный водой грунт – плывун. Пришлось укреплять фундамент. Предыдущее здание, старое здание поликлиники у нас просили настолько, что эксплуатировать его было запрещено. И вот в этот период мы старались как-то, чтобы всё это дело закончить. И, наконец, достроили этот многострадальный проект. Здание получилось великолепное. То есть, вот я прихожу сюда, и мне просто радостно. Вот для того, чтобы вот дети, которые бегают по светлым большим коридорам, кабинеты персонала совершенно замечательные. Здесь работают педиатры и узкие специалисты – хирург, офтальмолог и лор. У каждого врача свой кабинет. Раньше о таких условиях медики только мечтали. Комфортно и пациентам. Для малышей предусмотрели игровые зоны. Есть и пеленальная комната. Всё уютно, красиво, чистенько, без очередей. Это самое главное, то, что каждый в свой кабинет. Есть ещё детская комната внизу. Мы уже там были. Всё понравилось, красиво. Много игрушек. В ЦРБ работают и опытные, и молодые специалисты. Руководство медучреждения отмечает. Проблема с кадрами есть, но её стараются решать. Есть дефицит узких специалистов. У нас нет детского невролога. Нам приходится, как бы вот с этим у нас нет травматолога, заключаем договора для осмотра детей. Но радует то, что у нас много других. То есть у нас есть и окулисты, и гинекологи, и офтальмологи. И функциональная диагностика, стоматология прекрасная. Поэтому у нас учреждения достаточно хорошо укомплектованы специалистами. Врачей в поликлинику привлекают в том числе по программе «Земский доктор». Юлия Сергеева начала работать педиатром в августе. Вернулась в родной город сразу после окончания вуза. С детьми намного приятнее общаться, чем со взрослыми. Трудности. Вот в диагностике, наверное, больше. Потому что ребёнок же, это взрослый ребёнок расскажет, что у него там что-то болит. А маленький он просто плачет. И вот в этом только трудности, наверное. Но мы справляемся. В поликлинике есть современное оборудование. Но для полноценной работы узких специалистов требуется рентгенаппарат. Рентгенаппарата не хватает, конечно. Было бы очень здорово, потому что все плоскостопия, искривления, ортопедии, острые, переломы. Ведь дети постоянно травмируются. В настоящее время дети вынуждены ходить в другое здание. Поэтому мама с маленькими детьми обстается в другом месте. А хотелось бы, чтобы было бы вообще все в одном месте. Всего в детской поликлинике Юрьевпольской ЦРБ наблюдается более 5,5 тысяч детей. Это жители города, а также свыше 100 сел и деревень района. Татьяна Гордеева и Сергей Власов. И к другим темам аналитики подсчитали, что жители Владимирской области хранят в банках 252 миллиарда рублей. В основном люди выбирают срочные вклады. За год сумма на депозитах увеличилась на 12%. Большинство вкладов оформлены в рублях. Рублевые вклады не только защищены от санкционных рисков и застрахованы государством в пределах 1 миллиона 400 тысяч рублей. Но и более доходны, чем валютные. Доход, который владимирцы получили бы сегодня, если бы 3, 5 или 8 лет назад положили средства на рублевый вклад, был бы существенно выше, чем та же сумма, размещенная на депозите в долларах или евро. Владимирцы стали активнее использовать и накопительные счета. Это касается и представителей бизнес-сообщества. К началу года на депозитах региональных предприятий и организаций находилось более 45 миллиардов рублей. И к другим новостям. В традиционном летнем фатьяновском фестивале в Вязниках примут участие авторы из Донецкой Народной Республики. Об этом губернатор Александр Авдеев рассказал на встрече с министром культуры России Ольгой Любимовой. Наш регион готовится к проведению юбилейного 50-го Всероссийского фестиваля. Он посвящен памяти выдающегося советского поэта-песенника Алексея Фатьянова. В этом году фестиваль пройдет в Вязниках 22 июля. За полвека культурное событие полюбилось многим поклонникам поэзии, авторской песни из самых разных регионов страны. На фестиваль приезжают знаменитые исполнители и музыканты. В этом году к ним присоединятся и авторы из ДНР. В Суздале 25 февраля отметят Масленицу. Провожать зиму будут ярко, вкусно, колоритно и весело. По звуке Владимирского рожка и задорной балалайки. Народные гуляния пройдут в музее деревянного зодчества. Владимир Суздальский музей-заповедник приготовил для туристов и жителей города старинные игры, забавы, масленичные обряды и щедрый фудкорт с участием фермерских и монастырских хозяйств. В Суздале на Масленицу можно будет попробовать блины с самой разной начинкой. Для гостей подготовили и развлекательную программу. Детей ждет театр кукол, хороводы и множество веселых и необычных потех. Рекордное количество игр предложат и для взрослых. Будет работать 12 анимационных площадок. На территории музея построят соломенный лабиринт, где можно будет посоревноваться в блинной стрельбе. И принять участие в боях подушками и перетягивании каната. Не обойдется и без гусиных боев. Местные заводчики уже готовят к птиц к поединку. Это были все новости на данный час. Следите за обновлениями на нашем сайте, в социальных сетях и телеграм-канале. А если вам требуется помощь журналистов, звоните в редакцию по телефону 32-62-33. Я с вами прощаюсь. Не пропустите итоговый выпуск новостей, который выйдет в эфир ровно в 19.00.